Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Как сделать так, чтобы каждый шаг был богослужением в течение всего года, как будто целый год соблюдал пост и бодрствовал ночью? Многие из нас в течение всего года ждут каких-то праздников и выходных дней, находятся в ожидании чего-то от месяца Рамазан к месяцу Рамазан, от праздничного намаза к праздничному намазу. Кто-то из нас ждет прихода Лайдат-л-Кадр, Ночи Могущества, прихода последних десяти дней священного месяца, ведь все это является благодатью и добром. Но все, что мы ищем и ждем от всех праздников, Аллах поместил в один день, в котором находятся все дары всех знаменательных событий года. Это день Пятница. Именно так и сказал пророк Саллилла Али-Ивасалям. Самый достойный день из дней, над которыми восходило солнце, это Пятничный день. Пятница – это Богом назначенный день для нас. Аллах сделал этот день особенным. Ученые ислама говорят, что нет такого дня в году, который имеет такие достоинства, как Пятничный день, за исключением Дня Арафа и праздничных дней Аль-Фитр и Аль-Адха. Даже в сравнении с днями месяца Рамазан и последних десяти дней месяца Рамазан, которых мы ждем в целый год, Пятница считается дороже. Пятничный день достойнее всех этих дней. Пророк Саллилла Али-Ивасалям сказал, тот, кто обмыл и сам обмылся, рано встал и поднял других и отправился в мечеть фишком, не садясь верхом, то приблизивших к имаму, молча выслушав его, тот за каждый свой шаг получит вознаграждение целого года, как будто постился и бодрствовал в течение всего года. Можно коротко в трех шагах изложить адабы, с помощью которых человек достигает вышеупомянутые. Существует пять адабов подготовки к джума-намазу и пять адабов самого джума-намаза. Некоторые ученые говорили, что это ваджеб, обязательное. Пророк Саллилла Али-Ивасалям сказал, купание в пятничный день обязанность каждого совершеннолетнего человека. Одеть лучшую одежду. Человеку необходимо одеть в этот день лучшее из того, что у него есть, предпочтительно белого цвета, ведь это является сунной. Пророк Саллилла Али-Ивасалям любил белое. Третье, благовоние, использование чего-либо из благовоний, духов или бакура, дымоароматных растений. Четвертое, стричь ногти, соблюдать общую гигиену. Пятое, мазаться маслами в ночь на пятницу или в пятничный день. Когда человек соблюдает эти пять адабов, значит он дополняет сунной подготовки к джума-намазу. А в этом тоже присутствует пять адабов. Идти в мечеть пешком, при условии, если у человека есть такая возможность, а также если мечеть находится не слишком далеко. Человеку можно добираться до мечети на транспорте, если расстояние до нее слишком большое, или если от машины до мечети. Иншаллах, человек тоже будет добираться пешком. Ведь за это ему будет большое вознаграждение, подобно тому, какое получает человек, дошедший пешком до мечети. Вторым адабом является также отправляться в мечеть рано утром. Нужно сходить во врата мечети до тех пор, пока имам не встанет на минвар. В этом адабе скрывается очень красивый смысл, который постоянно производит на меня особое впечатление. Есть хадис, который рассказал пророк, саллиллаху алии вассалям. На каждых вратах мечети находятся ангелы, которые записывают имена входящих в мечеть, последовательно. То есть, кто вошел первым, кто вторым, ну и так далее, по очереди. Когда же хатыб, имам, встает на минвар, то ангелы закрывают свои листы, садясь сушить его. Третий адаб – совершение тахии от намаза. Пророк, саллиллаху алии вассалям, нам повелевал, чтобы мы не садились в мечети, не совершив два рака от намаза тахии, даже если хатыб уже поднялся на минвар и начал чтение хутбы. Кстати, приближаться к имаму и быть в первых рядах тоже является сунной. Но некоторые люди поступают очень странно. Приходя рано в мечеть, они занимают крайние места, упираясь спиной в стену, сидят в конце мечети. А ведь находить по возможности место, близкое к имаму, является сунной пророка, саллиллаху алии вассалям. Хадис и говорится «и приблизился к имаму, и прислушался». Это четвертый адаб. А пятый адаб – «внимать речи имама». Некоторые люди, находясь в мечети, дремлют, просыпая всю хутбу. Покой сна он получает только во время хутбы. Мне очень стыдно перед Аллахом. Много людей, нахожусь спящими во время хутбы, теряющих великое вознаграждение. Внимательно слушать хутбу очень важно. Нужно прекратить всякое пустословие во время обращения имама. Совершая противные действия, люди совершают большие ошибки. Кто-то умудряется шептать пустое во время хутбы, кто-то увлекается телефонами. Пророк, саллиллаху алии вассалям, сказал, «Тот, кто даже камешек сдвинул, тот совершил пустословие, а тот, кто совершил пустословие, тот лишился джима намаза». «Тот, кто попросил другого человека замолчать, тоже совершил пустословие, а тот, кто совершил пустословие, тот лишился джима намаза». Помимо совершения джима намаза, пятничная ночь и день имеют еще другие адабы. Первая сунна — это чтение суры Аль-Каф, пещера, на которую пророк, саллиллаху алии вассаляма, указал, сказал следующее, «Тот, кто прочтет суры Аль-Каф, пятничный день, того Аллах одарит нуром до следующей пятницы. Это является для нас защитой и крепостью от смуты даджжаля, да сохранит нас Аллах от его смуты и их преддверий». Вторая сунна — это сунна пятничной ночи и дня. Это то, что требовал от нас сам пророк, саллиллаху алии вассаляма. Он сказал, «Умножайте благословение для меня в превосходную ночь и в блестящий день, в пятницу». Когда мы благословляем пророка, саллиллаху алии вассаляма, один раз, Аллах, саллиллаху алии вассаляма, благословляет нас десять раз, а благословение от Аллаха, саллиллаху алии вассаляма, это и есть милость. Третья сунна, связанная с пятничным днем, это многочисленная мольба, дуа и ожидание часа принятия. Пророк, саллиллаху алии вассаляма, сказал нам, «В пятничный день существует час, когда верующий раб, находящийся в мольбе, совпадает с часом принятия, Аллах не оставляет его без ответа». Час этот называется часом ответа. Многие алимы, многие из подвижники пророка, саллиллаху алии вассалям, алии, фатина и многие другие миры, говорят, час ответа – это последний час пятничного дня перед закатом. Один из самых важных моментов следования пророка, саллиллаху алии вассалям, на который человеку стоит обратить свое внимание, это наличие особенного чувства в этот день, осознание смысла любви Аллаха, субханава Таалла, к нам, и любви нашей к Аллаху, субханава Таалла. Это и есть основа понятия следования пророка, саллиллаху алии вассалям. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Субтитры создавал DimaTorzok